Итак, с каких книг начать чтение в оригинале? Ну, для начала лучше с чего-то такого, что вы когда-то читали уже в переводе на русский, или когда вы смотрели экранизацию, хорошо знаете сюжет. Тогда будет не столь боязно утонуть в деталях и упустить суть. И на самом деле не стоит опасаться, что это обернется смертельной скукой. Не обернется. Вообще, если вы хорошо подберете книжку, то, скорее всего, это будет что-то вам горячее, нежное, любимое. Если это дорогое для вас произведение, то вы готовы, скорее всего, его перечитывать снова и снова. Если это любимый фильм, то вы, скорее всего, также готовы пересматривать его вновь и вновь. И тут вот на английском языке будет легально, что называется, повод не убивать время, читая то, что вы и так уже читали, а погрузиться в текст и открыть для себя какие-то новые детали с пользой для улучшения языковых навыков. Ну, а во-вторых, неплохо бы для начала читать книги сюжетные, такие ненавязчивые, любовные истории, какой-нибудь бодр-экшен. Джон Гришим, Дэн Браун вполне подойдут. Неких запутанных детективов викторианского толка или романов полных глубинного психологизма, потому что иначе вы будете побаиваться в таком развесистом, многослойном детективе, упустить какую-то важную деталь. И вполне возможно, рано или поздно вы ее упустите, и не будет понятно, что к чему. Такое бывает. А даже если не упустите, то все время будете в состоянии напряженности, что вот-вот что-нибудь, да, ускользнет от вашего внимания, или вот слово, которое вы не понимаете уж, оно, скорее всего, определяет понимание всей сюжетной линии. Дэн Браун и Гришим, которых я упомянул, они еще тем хороши, что если вы читаете и хотите читать на языках помимо английского, то это вообще милое дело. Авторы бестселлеров с нашумевшими экранизациями, их можно найти в переводном варианте на всех языках. Ну, не на всех, но на большом количестве языков, и на турецком, и на китайском, и уж точно на испанском, с итальянским, про немецкий и французский вообще молчу, все переведено. Ну, в-третьих, хорошо идет тинейджерская проза, какие-нибудь переключенческие романы, Робинзон Круза, Кисаги Тарзани в ампирах, Кунэндоль неплохо, Сестры Бронте, хотя с последними, может быть, не так все просто в плане лексики. Она все-таки отстоит от нас более чем на столетия. Но в плане сюжетов это такая проза ненавязчивая, не сильно быстро устремляющаяся вперед, и поэтому там много каких-то описаний, на которых можно расслабиться и отдохнуть. Попробуйте, почитайте. Еще отличный выбор, это, конечно же, Гарри Поттер. Я вообще всю серию перечитал на французском. Для большинства из книг есть очень толковая аудиоверсия, и вообще для меня Гарри Поттер это такой франкофонный персонаж Гарри Поттер. Детская литература это в целом неплохой вариант для начального чтения на самом деле. Только не берите авангардного Льюиса Кэрролла, что часто делают и потом путаются в дебрях все-таки Льюис Кэрролл не уверен, что правильно имеет статус детского писателя. Стилизованные сказочки Оскара Уайлда тоже вам ни к чему. Они весьма мудреные. Легко читаются Хамингуэ и Селлинджер, хотя их просто так кажущиеся. Они осознанно избегают сложенных слов по описанию интерьера на этой странице, но синтаксом все синтакси сама не вытворяют такое. На вашем начальном уровне вы этого и не заметите, может быть особенно кайфа и не словите. Ну и не надо, может сразу уж ловить кайф. Если из классики читать, то, наверное, Твэна и Диккенса лучше, чем Франсиса Скода Фиджерленда и точно не О'Генри. Последние два конечно куда занятнее, но не для новичка в английском. Поэтому лучше что-то викторианское, чем 20-й век. Я имею в виду такой классики-классики. Хотя Уильямс Самосед Моум немногим проще Фиджерленда, но не удержусь и порекомендую. Очень уж люблю и рассказы, и Театр, и Лай Гроша, и О'Хуман Бондидж, который по-русски кажется бремя страстей человеческих. Также еще хорошо пойдет профессиональная литература по вашей специальности. Научная лексика в большинстве интернационально, а в случае с информатикой, экономикой и так далее вообще преимущественно надоязычно. Так что